Добрый день, уважаемые коллеги! Это снова издательство Юрайт, образовательная платформа Юрайт. И мы рады сегодня снова вас приветствовать на вебинаре в рамках серии «Обмен опытом». И сегодня у нас в гостях Виктория Дубровская, директор Института дистанционного образования Томского государственного университета. Но прежде чем я приглашу нашего дорогого спикера в эфир, я хочу вам напомнить о том, что мы запустили акцию «Учи, учись» на подписку нашей образовательной платформы. Видите, какая огромная скидка, если вы оплачиваете в мае годовую подписку. В правом нижнем углу на слайде вы можете увидеть то, как рассчитывается сама подписка. Это 70 тысяч рублей за подключение вашей образовательной организации. И, исходя уже из 55 рублей за каждого студента, это за год. То есть, в принципе, это в месяц, это смешные 5 рублей. Стоит подписка на одного студента. Поэтому этот слайд открыт, вы можете его скачать и ознакомиться более подробно с условиями акции «Учи, учись». Также напоминаю, что у нас сейчас работает Юрайт Академия. По трем направлениям осуществляется подготовка. Это современный преподаватель дистанционного образования, автор цифрового учебного контента и современная дистанционная библиотека. Но это не все наши курсы повышения квалификации. Список будет пополняться, расширяться. Подробнее вы можете узнать на нашем сайте во вкладке «Онлайн курсы». Сейчас я добавлю эту вкладку, эту ссылку, ссылку на эту вкладку в чат. Также прошу вас заполнить опрос. Мы собираем обратную связь по поводу того, какие темы были бы вам интересны, темы вебинаров. Поэтому я добавлю также ссылку в чат. Пожалуйста, заполните этот опрос, кто еще его не проходил. И последнее. Очень много вопросов возникает по поводу наших сертификатов. Вот по этой ссылке в личном кабинете вы можете найти через несколько часов после вебинара сертификат. Участие в вебинаре бесплатное. Вы бесплатно получаете сертификат, если были зарегистрированы на вебинар на нашем сайте. Повышение же квалификации стоит 500 рублей и оплачивается только уже после прохождения курса и выполнения всех заданий. То есть вы сами выбираете вариант участия. Если хотите удостоверение повышения квалификации, то это 500 рублей. А так все наши материалы по-прежнему бесплатно доступны на нашей образовательной платформе. И вы можете их использовать, смотреть вебинары, изучать различные темы, как использовать те или иные сервисы, проходить онлайн-курс в личном кабинете. То есть для этого не обязательно его оплачивать. Вы можете просто его пройти. И уже только когда вы прошли и приняли решение, что все-таки вы хотите оплатить и получить это удостоверение повышения квалификации, вы его оплачиваете. А сейчас я возвращаюсь к теме сегодняшнего вебинара. И она сейчас по-настоящему очень актуальна. И мы очень благодарны, что Виктория согласилась выступить с этой темой, потому что сейчас, как мы знаем, наступает май. И сейчас все острее встает вопрос аттестации в дистанте, чтобы понимать, как нам дальше быть, как нам работать, как нам оценивать студентов. И сегодня Виктория даст вам конкретные организационные методические рекомендации. Спасибо большое, Виктория, что вы с нами. Я желаю вам всем хорошего вебинара. Вопросы, пожалуйста, задавайте спикеру во вкладке «Вопросы». Так будет проще найти их в конце вебинара и ответить на них, потому что чат, он со временем пропадает, и какие-то вопросы могут затеряться. Мы стараемся их переносить во вкладку «Вопросы». Но, пожалуйста, сразу же лучше пишите туда, чтобы ничего не потерялось. Также напоминаю, что доступна трансляция на YouTube-канале этого вебинара. Если по каким-то причинам вдруг у вас какие-то технические неполадки, я буду помогать вам в чате, и вы всегда можете перейти на YouTube-канал и там смотреть вебинар. А сейчас я даю слово Виктории. Спасибо большое. А вам хороший вебинар и всего доброго, дорогие слушатели. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я приготовила для вас небольшую презентацию по поводу промежуточной итоговой аттестации в дистанте, организационной и методической рекомендации. Для начала я на слайд вывела определение, которое нам дает Федеральный закон о образовании в Российской Федерации. Все основные образовательные программы в обязательном порядке сопровождаются промежуточной аттестации обучающихся и обязательно завершаются итоговой аттестацией. То есть это требование Федерального закона об образовании. Мы все с вами достаточно в экстремальном порядке перешли в дистанционный формат. И сейчас уже ни у кого нет сомнений в том, что завершать этот учебный год мы будем в дистанционном формате. Соответственно, какая у нас нормативная база в настоящий момент существует, регламентирующая проведение промежуточной итоговой аттестации. На слайде я привела основные документы федеральные на эту тему. Сразу проговорю здесь не все. Для того, чтобы не перегружать слайд, я не включила сюда нормативные документы относительно аспирантуры. Но здесь они, конечно, тоже важную роль играют. Соответственно, у нас есть порядок организации осуществления образовательной деятельности по программам высшего образования. У нас есть порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования. И также у нас есть порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность электронного обучения дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ. Также для нас обязательными документами являются федеральные и государственные образовательные стандарты и самостоятельно устанавливаемые стандарты для ряда вузов. Так, например, порядок применения электронного обучения дистанционных образовательных технологий дает нам перечень видов занятий, при которых может применяться электронное обучение дистанционной образовательной технологии. Итоговая, промежуточная и итоговая аттестация тоже сюда входят. Соответственно, в этом плане ограничений для нас нет. Кроме того, уже сейчас в ситуации пандемии 27 марта был издан приказ номер 490, который внес изменения в порядок проведения государственной итоговой аттестации. Я выделила предложение, которое этим приказом было включено. Теперь подчеркнуто в приказе, что организация вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии при проведении государственных и дистанционных испытаний. То есть с точки зрения федеральной нормативной базы мы, безусловно, должны в сложившейся ситуации проводить промежуточную и итоговую аттестацию в дистанционном формате. Но у нас здесь есть ограничения. В некоторых федеральных государственных образовательных стандартах не допускается применение электронного обучения, в том числе в рамках процедуры проведения государственной итоговой аттестации. И мы с этим уже столкнулись. У нас есть институт искусственной культуры, на котором готовят и музыкантов, и театралов. Соответственно, у нас сейчас идет проработка, каким образом мы будем осуществлять промежуточную и итоговую аттестацию по этим дисциплинам. То есть целая категория направлений сейчас в таком подвешенном состоянии находится. Но я думаю, что мы в любом случае какое-то решение найдем. В крайнем случае у нас всегда есть возможность внести изменения в календарный наш график и аттестационные мероприятия отложить на некоторое время, пока у нас не пройдет режим самоизоляции. Еще раз проговорю, что мы с вами в дистанционном формате работаем уже больше месяца. У целого ряда ВУЗов есть уже накопленный опыт проведения аттестации в дистанционном формате. Я здесь имею в виду ВУЗы, работающие, например, с онлайн-курсами. В массовых открытых онлайн-курсах итоговое тестирование в обязательном порядке проходит в дистанционном формате и используются там специализированные системы проферинга. Но для этих курсов есть особенность, что изначально они разрабатывались именно под дистанционный формат. Соответственно, мы все с вами уже понимаем, что есть определенные методические особенности поведения занятий в дистанционном формате. Соответственно, сейчас перед нами и перед администраторами и перед преподавателями очень остро стоит в том числе вопрос и методической организации проверочных занятий. Я для себя выделила в вопросе организации промежуточной итоговой аттестации в дистанционном формате три таких крупных направления. Конечно, это деление очень условное, они очень тесно друг с другом пересекаются, но тем не менее. Во-первых, это, конечно, методические вопросы, о которых я сейчас начала говорить. А также это организационные вопросы и технические. Попробую немного каждый из этих моментов осветить. По организационным вопросам, которые сейчас перед нами встали. Во-первых, мы с вами все столкнулись с тем, что Владимир Владимирович Путин нас всех добровольно-принудительно отправил на неделю на каникулы. И в связи с этим учебный график в вузах сместился как минимум на неделю. Соответственно, изменения в локальные документы, которые необходимо сейчас сделать, это и смещение на неделю занятий в календарном учебном графике. Нам разрешено перенести сроки промежуточной итоговой аттестации. Соответственно, если мы это делаем, необходимо вносить изменения в учебные планы. Вплоть до переноса дисциплин, которые в текущем семестре не могут быть реализованы в дистанционном формате на следующий семестр. Ну, естественно, с определенными ограничениями. Кроме того, возможно, есть необходимость вносить изменения в рабочие программы дисциплин в части фонда оценочных средств. Это к вопросу о том, что необходима методическая переработка оценочных средств для промежуточной итоговой аттестации, связанная с особенностями дистанционного формата. Кроме того, необходимо внесение изменений в локальные положения о проведении промежуточной аттестации студентов и о проведении государственной итоговой аттестации. Конечно, в большинстве образовательных учреждений такие положения будут носить временный характер, но вполне возможно, что для кого-то это станет нормой в последующие годы. Безусловно, необходимо здесь будет и разработка новых локальных документов. В частности, я говорю про методические рекомендации по проведению промежуточной и итоговой аттестации в электронной информационной образовательной среде с использованием дистанционных образовательных технологий. Это, конечно, примерное название. В этом документе необходимо отразить такие важные вещи, как электронная среда, в которой будут проходить испытания проверочные, требования к техническому оснащению рабочего места преподавателя и студента. Разумеется, это не может быть каким-то универсальными требованиями для всех вузов, потому что все мы работаем с вами с разными инструментами. Я чуть позже расскажу вам, какие мы для себя определили ключевые инструменты для проведения промежуточной и итоговой аттестации, но еще раз проговорю, они могут быть самые разные в зависимости от возможностей вуза, от того задела, который в вузе был и так далее. Способ идентификации личности студента. Это очень важный момент. Чуть позже мы с вами посмотрим, что это требование федерального законодательства, обязательная идентификация личности студента. Необходимость осуществления видеозаписи процедуры с тем, чтобы была возможность решать какие-то спорные ситуации. Соответственно, здесь, кроме необходимости осуществления видеозаписи, должна оговариваться и продолжительность хранения этих видеозаписей, а также действия в случае технического сбоя в работе оборудования. О чем здесь идет речь, в любом вузе есть определен некий инструмент, который будет ключевым для проведения, например, русных собеседований, но бывают ситуации почти всегда каких-то технических сбоев, и, соответственно, преподаватели студент вынуждены воспользоваться для того, чтобы аттестация все-таки прошла каким-то вспомогательным инструментом. Соответственно, вот все эти ситуации тоже должны в этом документе отражаться и прописываться, возможно это вообще или нет. Это тоже очень важный момент. И, кроме того, какой-то регламент пошаговый проведения аттестации в письменной форме и вузной форме. Такой немаловажный организационный момент, с которым столкнулись, например, мы. Это проведение государственной итоговой аттестации. Эту аттестацию проводит, естественно, у нас комиссия. Председателем такой комиссии является специалист, не сотрудник вуза. И чаще всего, и в том числе бывает, что председатель государственной экзаменационной комиссии – иногородний. Соответственно, сейчас в режиме самоизоляции мы столкнулись с тем, что для нас будет достаточно проблематично некоторое документационное оформление документов осуществить. То есть одна половина проблемы – это сбор комиссии в дистанционном формате. То есть распределенная комиссия – это для нас уже не проблема, инструменты есть, техническая возможность есть. Но в дальнейшем предполагается подписание и протоколов комиссии, и зачетных книжек, и дипломов. Соответственно, поскольку мы сейчас все находимся в режиме самоизоляции и нет никакой гарантии, что до конца июня у нас этот режим будет снят, соответственно, мы у себя тонскими вузами договорились заменить по возможности иногородних председателей ГЭК на томичей с тем, чтобы вот эти вот проблемы минимизировать. Здесь тоже есть свои сложности, потому что председатели государственной экзаменационной комиссии по программам, реализуемым в рамках ВГОЗ, утверждает учредитель, то есть для нас это Министерство науки и высшего образования, но мы централизованно тонскими вузами подали Министерство прошения с просьбой заменить нам председателей Государственной и ГЭК. Соответственно, как вариант решения мы свой кейс можем предложить. На технических вопросах я подробно останавливаться, пожалуй, не буду. В этот круг вопросов входит, например, подбор инструментов, которыми будет пользоваться ВУЗ для проведения промежуточной итоговой аттестации. Также разработка регламентов действий, обязательные предписания студенту, преподавателю пошаговая. На наш взгляд, обязательными элементами подготовки к такой аттестации является поведение мониторинга технической оснащенности и обучающихся, и преподавателей, наличие камеры, микрофона, необходимого программного обеспечения, потому что многие студенты работают в том числе со смартфонов, но для сдачи экзамена, либо, например, защиты работы, этого, конечно, недостаточно. Поэтому необходимо обратить на это внимание. Обязательно проверка связи за несколько дней до аттестации. В нашем ВУЗе, например, факультетам мы предложили в обязательном порядке провести предзащиты за неделю до аттестационных мероприятий, тем, чтобы еще раз убедиться, что все работает, все знают, как нам действовать, чтобы избежать каких-то сбоев непосредственно во время аттестации. Кроме того, важный момент. При проведении аттестации необходима идентификация личности. У меня здесь написано еще и исключение возможности сторонней помощи, но мы на эту тему чуть-чуть попозже с вами поговорим. Что касается идентификации личности. Здесь тоже есть разные варианты решения этого вопроса, технически и организационно. Так, например, есть система прокторинга, специализированное программное обеспечение, которое позволяет эту идентификацию личности осуществлять. Целый ряд вузов, в том числе и ведущие, от таких инструментальных решений сейчас отказываются, потому что эта система прокторинга – платное удовольствие. Соответственно, в масштабах вузов и в ситуации, когда эти траты, естественно, никто не планировал, достаточно сложно принимать такое решение. Особенно, если нету опыта. Поэтому целый ряд вузов для идентификации личности используют все те же вебинары. Соответственно, в этом случае идентификация личности заключается в том, что каждый студент, заходящий на аттестацию, демонстрирует в камеру свой документ с паспортом, с фамилией, имя, отчеством. Слух произносит свою фамилию, имя, отчество. И, соответственно, комиссия, либо преподаватель, если это промежуточная аттестация, и комиссия не нужна, удостоверяется в том, что человек тот, за кого себя выдает. И только после этого допускается студент к дальнейшей сдаче аттестации, в дальнейшей работе. На следующих двух слайдах я предложила кейсы, которые есть в нашем университете. Так, например, в качестве инструмента вебинарного мы используем программу Adobe Connect. Мы достаточно давно пользуемся этой программой. Чем он удобен для нас? Здесь есть встроенная возможность проведения опросов. Здесь есть возможность демонстрации своего экрана, совместного использования документов. Здесь есть белая доска, на которую можно рисовать. Ну, соответственно, если подключаем планшет, то с помощью планшета можно писать формулы и так далее. Применительно к аттестационным мероприятиям этот программный инструмент позволяет создавать так называемые комнаты обсуждения. Соответственно, в одной вебинарной комнате мы можем создавать до 20 комнат обсуждения. В каждой из этих комнат помещать студентов, преподавателей, ассистентов и так далее и тому подобное. То есть, как один из вариантов сдачи экзамена, например, заводим две такие комнаты обсуждения. В одну комнату заводим студентов, которым необходима подготовка. И за ними, например, присматривает ассистент с помощью той же камеры. Вот у меня на изображении сейчас вот выведено как будто три участника. Там, конечно, везде я, но как бы с трех разных аккаунтов подключена камера. А в другой комнате для обсуждения преподаватель может проводить индивидуальное собеседование с очередным студентом. Соответственно, те, кто размещен в одной комнате для обсуждения, не слышат, что происходит в другой. И наоборот, преподаватель, либо человек, обладающий соответствующими правами, может спокойно между комнатами перемещаться, перемещать участников мероприятий и так далее и тому подобное. В каждой комнате для обсуждения может быть какое-то свое содержимое. То есть, ну, как бы для нас это достаточно удобный инструмент. Ну, сразу проговорюсь, это оплатный инструмент. Это оплатный инструмент. Ну, и на данном слайде представлен скрин, как может выглядеть выполнение письменной какой-то работы с помощью системы прокторинга. У нас есть опыт работы с двумя системами прокторинга. Это экзамус и проктор ЕДУ. Здесь на слайде представлен скрин с приложения экзамус. Соответственно, здесь механизм будет следующий. Также студент перед сдачей экзамена заходит в комнату, демонстрирует свой документ, проктор. Либо это может быть физическое лицо, либо это может быть искусственный интеллект. Сейчас даже активнее используют искусственный интеллект для этих целей, потому что это дешевле и менее ресурсозатратно с точки зрения персонала. После того, как идентификация проведена, студент допускается дальше к выполнению заданий. Единственный нюанс, который здесь я отмечу, ну, во-первых, это тоже платная система, а во-вторых, она применима больше для письменных работ. У нас все-таки в ВУЗах, ну, по крайней мере, в нашем классическом ВУЗе, большая часть ассистационных мероприятий – это какие-то устные мероприятия. Ну, и следующий блок вопросов – это методические вопросы, я их так обозвала. Может быть, конечно, это только в нашем ВУЗе, но я думаю, что нет. Как только начинается разговор под проведение промежуточной и итоговой аттестации в дистанционном формате, самый первый вопрос – а как нам делать так, чтобы они не списывались? Ну, здесь на самом деле, если студент хочет списывать, он будет списывать у вас и на очном, и очной сдачи, и найдет для этого все способы. Поэтому, с этой точки зрения, что очный формат, что дистанционный, мне кажется, что не принципиально. Сейчас все чаще начинают говорить о том, что экзамены в том формате, в каком мы их привыкли видеть – это проверка знаний. Проверка того, как студент запомнил, может производить какие-то материалы учебника, либо лекции. Сейчас это уже не актуально, сейчас и работодатели требуют думающих людей, и наиболее продвинутые преподаватели приходят к выводу, что теперь нужны задания другого типа. И вот я цитату здесь привела. Раньше проверяли знания, теперь нужно проверять мышление. Это можно услышать сейчас из разных людей. Соответственно, то, что я обозначила методическими вопросами подготовки промежуточной итоговой аттестации, это необходимость подготовить для дистанционного формата промежуточной итоговой аттестации такие задания, чтобы списывание для студентов было лишено смысла. Соответственно, форматы заданий для аттестации, которые в нашем университете предлагаются для факультетов. Во-первых, это стандартный устный экзамен. Такой же, как мы проводим очно, но с применением цифровых инструментов. В чем плюсы этого формата? Привычный для преподавателя формат. Не требует переработки тех фоссов, которые сейчас уже есть. Но здесь есть и риски. Это и взаимопомощь через сотовую связь, вписывание с телефона. Ну и то, о чем я уже говорила, это проверка теоретических знаний. То есть, насколько студент освоил какие-то навыки и может все это применять на практике, мы через такой устный экзамен не узнаем. Инструмент здесь вебинар. Вебинар может быть любой вебинар. И Zoom сейчас наиболее популярный. И Microsoft Teams. Я знаю, что очень много есть различных вариантов, которые используют вузы. Соответственно, устный экзамен. Устное собеседование перед камерой с каждым. Например, в том формате, который я уже озвучила, подготовка в одной вебинарной комнате, сдача в другой. Ответы по билетам. Тоже те же стандартные билеты, которые используются в очной сдаче. Здесь, конечно, тоже есть различные технические нюансы. Например, как студент будет тянуть билеты. Но здесь тоже есть решение. Например, одно из решений, подсмотренных у коллег вузов. Когда на обороте билетов подписываются циферки, не совпадающие, естественно, с номером билета. Студент называет номер билета. Ему показывают, какой это билет по нумерации. Какой билетный, наверное. И дальше студент идет готовиться. А комиссия фиксирует у себя в протоколе, какой билет студент будет вытянуть. То есть, ну, как бы это уже нюансы. Здесь есть определенные кейсы. Следующий формат аттестации – это распределенная оценка. Тоже в целом ряде вузов используется. Это так называемая бально-рейтинговая система. У нас вузе, к сожалению, она на единичных факультетах используется. Поэтому, но, тем не менее, у нас еще месяц образовательного процесса. То есть, какие-то задания уже сейчас можно подготовить, в мае реализовать. С тем, чтобы к началу сессии такая вот распределенная оценка заработала и некий балл студентам не копился. То есть, это серия заданий с четкими сроками. За каждое задание дается определенные баллы. Задания тоже могут быть разные. Это могут быть и какие-то тесты, это могут быть рефераты, это может быть и работа, допустим, на практических занятиях и так далее. Такой формат аттестации может завершаться собеседованием или колоколом. Тоже либо групповая беседа, либо индивидуальная. Соответственно, какие здесь могут быть инструменты. Задания в ЛМС плюс вебинар. С помощью такой формы аттестации мы можем наряду с владением теории, с проверкой владения теорией, увидеть и сформированность умений, которые будет применять студент при выполнении заданий. Плюсы. Студенту здесь смысла нет списывать, потому что все равно он должен выполнить целый ряд заданий. И обычно здесь больший балл дается все-таки за итоговое собеседование, в котором нет времени на подготовку, либо какой-то минимум 5-10 минут. Акцент на выполнение практических заданий и акцент на постоянную работу студента в течение семестра, а не то, как на некоторых факультетах организовано, что или как расхожее от сессии до сессии студент живет весело. Такой формат аттестации удобен для дисциплин, предполагающих решение каких-то практических задач и кейсов. Следующий формат – это колоклиум. То есть это обсуждение предлагаемых преподавателем вопросов без подготовки. Соответственно, у студента здесь нет возможности списать. Проводится такое мероприятие аттестационное тоже в вебинаре. Разумеется, здесь от преподавателя необходимо сформировать список вопросов для подготовки. В дальнейшем на самом колоклиуме преподаватель может либо работать с микрогруппой, либо поделить студентов на микрогруппы и в каждой из этих групп дать какой-то уклон обсуждаемой темы. Ну, например, если применить к литературе, например, обсуждение французской революции, одна группа может рассматривать с позиции, не знаю, французских писателей, другая группа с позиции английских писателей. То есть, естественно, здесь нужна подготовка, чтение литературы и так далее. Удобство этого формата. Здесь также неактуально списывание. Приближенность к традиционному перевочному формату устному и быстрота акции. Преподаватель сразу после такого колоклиума может озвучить оценки студента. Четвертый формат – защита проекта. На мой взгляд, тоже достаточно привычный формат для очного обучения, который достаточно легко перенести в дистанцию. То есть, это подготовка и защита индивидуального или группового проекта. Естественно, такой проект выдается заранее. На отработку его может уйти месяц, в зависимости от сложности проекта. Ну и дальше проект размещается в ЛМСке и защищается через вебинар. Тоже здесь этот формат позволяет оценить и владение теорией, и сформированность умений. Удобен для дисциплин, ставящих результаты разработки решений, программ, обзоров, статей. У нас, например, такой формат используется в аспирантуре, на ряде коммунитарных факультетов. Здесь какие плюсы? Акцент на применение знаний, а не на способность воспроизводить там какие-то тексты. Кроме того, здесь есть возможность дополнительной дискуссии по теории. Через наводящий вопрос преподаватель может шаг влево, шаг вправо оценить. Похожий формат выполнения и представления индивидуального задания. Единственное, что здесь это задание по объему, конечно, будет менее объемным, чем проект. Это решение, может быть, какого-то кейса, либо задачи, на которые отводится 1-3 дня. Соответственно, здесь, конечно, от преподавателя необходимо сформулировать такие задания. Чаще всего оно индивидуальное. Ну и, соответственно, выдать студентам требования, какие-то критерии оцены. Ну и последние два формата – это письменные форматы. Письменный экзамен – это задание практического плана, которое выполняется студентами синхронно и ограничено во времени. Тоже написание, может быть, в ЛМС. Возможно, здесь подключение систем прокторинга, либо надзор за выполнением заданий через вебинар. Ну и тест с ограничением по времени. Тоже синхронное выполнение студентами, ограничение по времени. Выполняется, скорее всего, в ЛМС, но оно работает только на запоминание и понимание. И здесь важно просчитать время таким образом, чтобы тоже у студента не оставалось времени на поиск ответов на тесты. Для письменных работ можно подключать еще дополнительные ограничительные вещи. Например, в ЛМС Мудл, который пользуется, например, мы у себя в университете, есть возможность подключать систему антиклогиат. Тогда мы можем письменные работы проверять, в том числе на предмет копирования кусков из интернета, либо из других источников. Система антиклогиат работает и с заданиями, которые непосредственно записываются в Мудл, и с прикрепленными файлами. И второе ограничение тоже некоторые вузы используют, может быть, вы слышали, такой надстройки Save, Exam Browser. Мы таким, к сожалению, пока не пользовались, но пробуем сейчас посмотреть, что это за зверь. Это надстройка, которая тоже в ЛМС Мудл прикрепляется, и она не позволяет студентам открывать дополнительные окна. То есть она запускается перед тестированием. Она запускается перед тестированием и не дает студенту выходить в соседние окна. Ну, это в целом все, о чем я хотела с вами сегодня поговорить. Готова ответить на ваши вопросы. Спасибо большое за внимание. Прокручиваю теперь на вопросы Светланы Крылова. Здравствуйте, как вы считаете, насколько результативна такая форма проведения вебинара? Спикер говорит и показывает презентацию. Я считаю, что эта форма не очень результативна, если задача именно научить участников. В случае обмена опытом, мне кажется, что такой формат может иметь. Как у вас решен вопрос выполнения Светланы Крылова и защиты персональных данных при аттестации в режиме ДВО? Ну, наверное, не смогу сейчас ответить на этот вопрос. Как проводить защиту курсовых работ в СДО? Можно ли узнать вашу позицию в организации защиты? Немножко непонятно, что значит СДО. Если здесь имеется в виду электронно-информационная образовательная среда, то позиция нашей организации – проведение таких защит с помощью вебинара. То есть студент имеет возможность представить и прокомментировать свою презентацию, а дальше комиссия съемочная имеет возможность задать вопросы. Имеет ли используемая платформа аттестации в соответствии с требованиями безопасности? Немножко не поняла, про какую платформу вы спрашиваете. Уточните, пожалуйста, как можно качественно организовать прохождение практики в дистанционном формате. Ну, это очень сложный вопрос. Например, у нас в университете сейчас практики все перенесены на другой семестр. Потому что, к сожалению, действительно не всякую практику можно организовать в дистанционном формате. Например, полевые практики, здесь как бы без вариантов, практики на предприятии тоже, где нужно что-то делать руками в дистанционном формате совершенно невозможно проводить. Поэтому у нас в университете сейчас большинство практик перенесены на следующий семестр. Реализуются только практики на предприятиях наших Томских, куда студент все-таки может попасть. Ну, естественно, при условии, что предприятие готово такую практику проводить и с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. Возможно ли изменение формата промежуточной аттестации без внесения изменений в рабочую программу? То есть принять зачет в формате тестов, хотя предусмотрена устная форма. Ну, вот у нас в университете позиция, что в этом случае обязательно внесение изменений в рабочую программу. У нас факультеты сейчас над этим работают, продумывают. То есть есть варианты, когда не меняется содержание заданий, а меняется только форма. Но то, о чем вы говорите, это такие достаточно серьезные изменения, и их необходимо все-таки фиксировать. Вопрос точно такой же. Петлана Косенко. Такой же вопрос. Можно ли принять экзамен в виде теста или опрос об внесении изменений в рабочую программу? Это тоже позиция нашего университета, что здесь необходимо вносить изменения. Скажите, если не принят локальный акт на уровне вуза о дистанционной форме приема экзаменов, можно ли принимать такие акты на уровне факультета, утверждая их на Совете факультета? В федеральном законодательстве прописано, что такие вещи должны фиксироваться в локальных нормативных актах вуза. Соответственно, мой ответ – нет. Вы можете у себя на факультете какие-то решения принять, но, на мой взгляд, они не будут легитимны в случае каких-то там спорных ситуаций, потому что эти моменты должны фиксироваться на уровне вуза. Необходимо ли согласие студентов на проведение аттестации в дистанционной формате? Что делать, если студент не дает согласие? Хороший вопрос. Насколько я помню, нормативную базу в случае, если вуз использует электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, он обязан уведомить об этом студентам. Во-первых, у нас с вами ситуация чрезвычайная, когда, если грубо так сказать, никто не подписывался под полностью дистанционный формат. Соответственно, решение, которое я сейчас вижу, если студент категорически отказывается проходить аттестацию в дистанционном формате, могу предложить только академический подпуск со сдачей аттестации, когда пройдет день. Вопрос не по теме. Есть ли какие-либо решения по поводу вступительных испытаний на творческие направления? Вот, как я говорила, это сложный вопрос для творческих направлений, потому что у них во ВГОСах вообще прописано, что невозможно использование электронного обучения в дистанционных образовательных технологиях. Я думаю, что какой-то выход мы будем искать. Например, обсуждается вопрос проведения аттестации, в том числе вступительных испытаний, какими-то микрогруппами. То есть, например, те же вступительные испытания можно студентам назначать конкретное время, чтобы они не толпились в коридоре и по очереди с каждым из них отрабатывать. Где-то, возможно, подойдет все-таки дистанционный формат вебинара. Потому что на текущую успеваемость волей-неволей они у нас сейчас реализуют дистанционный формат, потому что студентам категорически запрещено проходить в подпусах. Возможно, к лету у нас смягчится ситуация и появятся какие-то новые решения. Ну, как бы вот готовых пока у нас нет. Сейчас вопрос прорабатывается. Пока так. Adobe Connect, да, это платный. Если студент имеет доступ в интернет только со смартфона, достаточно ли будет этого для сдачи экзамена? Я считаю, что здесь тоже решение должен принимать ВУЗ. Здесь тоже несколько сторон этого вопроса. С одной стороны, экзамен в каком формате он будет создавать. Если это вопрос-ответ, может быть, этого и хватит. Если это защита проектной работы, каким образом студент будет показывать, например, презентацию, защищать свою работу? Смартфон – это достаточно затруднительно. Если обращаться к опыту, например, инструментального опыта, экзамус, например, запрещает категорически проходить тестирование со смартфона. Потому что это слишком маленький экран, и восстановить по записям, что на самом деле происходило, достаточно сложно. Кто-то разрешает со смартфона выходить. Но, как бы, лично моя позиция, что нет либо локальный компьютер, либо... Если в договоре при поступлении не оговаривалось возможности дистанционного обучения и требований наличия у студентов устройства с камерой, микрофоном и так далее, то правомощными ли мы сейчас, даже в условиях курс-мажора, требовались у студентов дистанционно выходить на адресацию? Тоже этот вопрос у нас в университете обсуждался. Требовать, скорее всего, нет. Но здесь тоже какие варианты? Во-первых, здесь могут быть варианты технического оснащения студентов. Я знаю, что ряд вузов предоставляет студентам возможность приобрести недостающие оборудования. Это могут быть либо какие-то стипендии... Не стипендии, а материальная помощь на покупку недостающего оборудования. Это может быть аренда университетского оборудования на период... Это что касается технического оборудования. Требовать дистанционно выходить на аттестацию? Ну, это вопрос был выше, если студент категорически не хочет, то есть если с помощью предложенных технических решений он тоже не согласен выходить на аттестацию. Но здесь тоже вопрос только, например, брать академический отпуск и ждать, когда ситуация снявчится. Каким образом проверить наличие технического сбоя при аудио-видео связи со студентом с передачей зачета? Как разграничить технический сбой от злоупотреблений со стороны студента? Тоже очень интересный вопрос. Сейчас очень много в интернете различных сообщений на тему того, как, например, школьники, студенты, мягко говоря, балуются и играют на таких технических сбойах. Ну, мне кажется, что здесь вариантов тоже может быть несколько. Во-первых, в регламенте проведения аттестации нужно проговорить, что считается техническим сбоем и что является уважительной причиной для переноса срока зачета. Чаще всего, вот я встречала в литературе, это технические сбои продолжительностью от 15 минут, когда, например, у студента отключилась камера или звук, и он не может отключиться. Соответственно, если вы предполагаете, что у вас такое может быть, в принципе, можно сократить эту продолжительность. Кроме того, насколько я знаю, потом по записям, по логам можно отследить, в чем была проблема. И если это действительно технический сбой, например, пропал интернет, то мы это увидим. По поводу отключения у студента камеры и микрофона, ну, обычно так не бывает, что не работало, не работало, а потом вдруг перестало работать и не восстанавливается. То есть чаще всего, по моему опыту, такие проблемы, вот временных перебоев с аудио-видео ликвидируются после перезахода в эту же комнату. Обычно это занимает гораздо меньше 15 минут. Ну, как бы вот я такие вижу варианты. Ну, как бы варианты, которые мы предлагаем для письменных экзаменов, это экзамены через ЛМСУ, где студентам предлагается либо подготовить или прикрепить файл, либо непосредственно в системе эту работу выкупать. Соответственно, здесь тоже возможно отключение систем профтеринга, либо использование каких-то ужесточений, про которые я говорила выше, либо контроль за студентами и кабинами. Как провести квалификационный экзамен на разряд электромонтера, например? Вот не могу вам ответить на этот вопрос, но как бы у нас университет участвует активно в движении WorldSkills. И, насколько я знаю, в июне чемпионаты WorldSkills будут проводить в дисциплинационном формате. Соответственно, мне тоже очень интересно, как это все будет выглядеть, но пока не могу вам ответить на этот вопрос. Посмотрим, что они придумают. Где получить бесплатную версию антиплагиат? Ну, вот это я не знаю, не могу ответить на этот вопрос. В какой форме принимают защиту ВКР? Ну, если по классификации, которую я вам предлагала, то это у меня там отдельная форма была защита проекта. Соответственно, студент заранее присылает выпускную квалификационную работу в установленном формате, чаще всего, например, с подписью на титуле, фотография, либо ПДФ, готовит презентацию и в вебинаре представляет основные результаты, представляет ее презентацию, и дальше комиссия задает ему вопросы. По поводу согласия студентов на проведение аттестации уже отвечала на несколько раз. Как в вашем университете осуществляют промежуточную аттестацию по активным дисциплинам, по элективным дисциплинам, по физической культуре и в ворсии? Тоже сложный вопрос, не могу вам пока на него ответить. Есть тоже пока проработки, так же, как и по творческим процессиям. Тейф экзем-браузер для Linux есть, тоже не могу ответить. Я знаю, что это настройка, которая используется для Moodle. Более широко, к сожалению, не знаю, я не по специальности, но не тесна. Как проходит преддипломную практику? В преддипломной практике ситуация такая же, как и с остальными практиками. В национальном университете часть студентов уже успели пройти преддипломную практику до эпидемии. Часть проходит сейчас, если у них есть для этого возможность путать, например, преддипломная практика на предприятиях Томска, и у них есть согласие принимающей организации. А у остальных преддипломная практика перенесена. Сейчас мне некуда перенести, но как бы вот. Вариантов, к сожалению, пока, кроме тех, которые я озвучила, не придумали. Ну, у нас с вами, по крайней мере, у нас в университете обсуждался такой момент, что учебный год у нас продолжается до конца августа. Соответственно, в принципе, у нас есть еще время, в том числе на проведение этих мероприятий, если ситуация коронавируса не простится. Если организовывать видеофиксацию, то как долго необходимо нужно практиковать? У нас в университете обсуждается продолжительность хранения 5 лет. В ряде вузов, с которыми мы работаем, тоже я видела цифру 5 лет. 5 лет – это и период аккредитации, соответственно, и студент за этот период успевает уже программу. Как быть устроителем спецдиплома? Ну, все так же, переносить. В следующем семестре будет свой календарный график, как писать туда такое количество переносенных графиков. Здесь есть определенные ограничения, если я не ошибаюсь. Разрешено в следующий семестр увеличивать максимум до 80 единиц. Соответственно, если перенесенные практики по объему не входят в этот семестр, то их необходимо будет и на последующей семестре. Если не выйдем из дистанционки, как собирать дипломные работы на данный момент? Тоже очень интересный вопрос, но на самом деле этот вопрос связан с тем, как мы будем оформлять протоколы, собирать подписи с комиссии, как мы будем собирать подписи на дипломы и так далее и тому подобное. Видимо, будем пользоваться почтой, либо у нас в некоторых организациях уже осуществляется передача документов через, допустим, картонные папки-регистраторы, оставленные в условном месте. То есть, ну, как бы будем какие-то механизмы предупреждать. Есть ли механизмы для того, чтобы письменные работы, тесты не выполнял за студент и другой человек? Да, например, система Проктеринга, когда перед началом работы преподаватели или комиссия удостоверяются, что в аудитории сидит именно тот человек, который должен. Я знаю опыт некоторых вузов, у них даже происходит не просто с лечения человека на камере с документом, который он предъявляет, но и с фотографией студента, хранящейся в системе сопровождения учебного процесса. Потому что я уже встречала, а что, если там в паспорте фотографию нужно клеить на камере включения? Сколько раз, по вашему мнению, можно переносить аттестацию по техническим причинам? Но если здесь речь идет о технических сбоях непосредственно самой аттестации, когда срывается, например, видеосвязь, то мне кажется, здесь речь должна идти о трех переносах, не больше. То есть в тех документах, которые встречаются у вузов, которые активно пользуются, обычно схема та же, что и для очных сдач. То есть первая сдача, вторая сдача, третья сдача с комиссией. Соответственно, если студент знает, что у него был технический сбой, и готовится к следующей сдаче, то его задача подсуетиться, чтобы не было технического сбоя в следующий раз. Можно и в вуз свой обратиться за помощью, либо товарищей попросить там много более мощных. Мое мнение было бы желательно. На каком ресурсе можно получить ответы? Я могу предложить вам писать мне на электронную почту, она сейчас на слайде представлена. Соответственно, буду рада ответить на вопросы. На те вопросы, на которые сейчас я не смогла ответить, я узнаю, с коллегами посоветуюсь, и буду готова тоже, если вы мне напишите, ответить. Спасибо вам большое за вопросы. Буду рада, если наш сегодняшний разговор был для вас полезен. Спасибо. До свидания.